Привет, ребят, меня зовут Рисман, сегодня мы с вами продолжаем играть в Майнкрафт, и в этом видео мы с вами продолжаем рассматривать версию 1.16, точнее один из субшотов, который называется 20W13B. Ну и сегодня речь пойдет у нас, конечно же, о новом замечательном мобе, о котором уже все ютуберы засняли много видео, но я, конечно же, не хочу уступать им и тоже заснять свое видео. В общем-то, я посвящаю только одному мобу это видео. Это моб Страйдер. Многие ютуберы записали видео до того, как вышла версия 13B, и поэтому в моем случае этот моб уже называется не просто Страйдер, а еще Лавомерка. Вот, это очень странное название, это, знаете, как водомерки, которые, знаете, такие вот в парках или где-нибудь в фонтанах, вы видите, такие как комары, как будто бегают по воде. Вот, типа водомерок, только Лавомерки, потому что они в реальном, в реальном виде реально ходят по Лаве. Вот, и это единственный моб в Незере, который дружелюбный, да. Как минимум это легко проверить, если мы включим режим сложности мирно и заспауним его, как видите, он у нас прекрасно заспаунился. Вот так вот выглядит этот моб Страйдер, значит, текстура у него крайне необычная, у него такие вот волоски противные, реально очень противные, и он как-то начинает трястись, когда они находятся в Лаве. Скорее всего, он типа как бы мерзнет, но я в этом особо не уверен, может быть, просто он чувствует себя неуверенно на твердой поверхности. Это, знаете, как вы после качки какой-нибудь встаете на твердую землю, и вас тоже начинает трясти, вы привыкли к ней, может быть, у него также он плавал по волнам Лавы, и теперь вот ему так вот плохо. Но как только он встает в Лаву, ему сразу комфортно. Вот, однако он все равно может выходить и наступать, в принципе, на любые блоки, на которые могут наступать все остальные мобы, но в том числе еще и на Магму. Вот, так, дальше, что у нас идет дальше? Значит, они у нас спаунятся только на Лаве в основном, и на высоте 31 блок и ниже. То есть, где-нибудь наверху они заспауниться не могут, то есть, только на уровне океана Лавы в Незере. Выше они не заспаунятся никогда, то есть, если вы хотите их найти, вам нужно будет спускаться за ними в самый-самый низ. Также у них есть еще детеныши. Давайте заспауним его. Это вот такой вот маленький детеныш. А ну вот, отойди, отойди. И, как я говорил, они дружелюбные. Давайте мы попробуем выключить режим креатива и попробуем их ударить. И, как видите, они меня не атакуют, но как-то он не очень благосклонно начинает качать головой. Смотрите, вот малыш сейчас качал головой как-то не очень приятно. Вот, они у нас к тому так подходят. Несмотря на свой устрашающий и грустный вид, они все равно остаются дружелюбными и приятными к нам. Также, ребят, вы можете надеть на них седло. Это, я думаю, вы уже в курсе. И тем самым кататься по лаве. Давайте мы возьмем седло. Так, седло. Yes. Готово. Давайте спауним еще одного страйдера. Ого. Ого, смотрите, у нас заспаунился страйдер с детенышем на голове. Вот это да. Я даже не знал, что такое возможно, но такое тоже может быть. И, как видите, он носит своих детенышей вот так вот на лаве и на голове. Давайте еще одного заспауним. Ага. Так, а может быть... А как так произошло? Вот еще один только что заспаунился. Или он просто окунался в лаву, я не знаю. Так, хорошо. Мы одеваем на него седло. И теперь мы, по идее, на нем... Ага, нет. Все еще управления нет, но мы с вами можем просто пока что на нем существовать. Возможно, может быть, его как-то можно будет привлекать чем-то на удочке. Например, как это было со свиньями. Либо реально управлять как лошадьми. Просто через ВАСД. Вот. Это пока мы не знаем. Это мы увидим с вами уже в следующих версиях. По поводу жизни у него 10 сердечек. То есть столько же, сколько и у игрока. Поэтому... О, смотрите, что? Стоп, у нас какая? Сложность мирная. А, стоп, пиглины тоже могут заспауниться. Что? Я думал, это единственные мирные мобы. По идее, так должно было быть. Но если я его, наверное, ударю, то он меня все равно будет... Нет? Нет? А, ну пока что они мирные. Но я думаю, вряд ли это надолго. И вряд ли они останутся мирными впоследствии. Вот. Но пока что, пока что, в общем-то, дела обстоят у нас так. Давайте, кстати, посмотрим, что у нас... Какой у него есть лут. Так. Давайте посмотрим по поводу лута. Что из него выпадает. Насколько я знаю, должны выпадать из него нитки. Да, из него просто выпадают нитки. Я не понимаю, в чем логика. Скорее всего, это типа его волосы. И они нам, собственно, и выпадают нитками. Также у нас есть шанс, что он заспаунится сразу седлом. Если мы будем их вот так вот много спаунить, то есть вероятность, что прямо сразу седлом мы его заспауним. И таким образом, по сути, если мы будем иметь шанс добычи, то есть эффект добычи какой-либо, то тогда мы сможем даже с большей вероятностью добыть седло со страйдера. То есть еще один легальный способ добывать седла. Также, в отличие от большинства других мобов, они могут ходить по лаве. Это мы уже с вами обсуждали, но если на него наложен эффект скорости, то тогда давайте мы попробуем скорость. Где нам скорость? Вот, взрывное зелье скорости. Если на него наложено зелье скорости, то тогда он ускоряется, но только на лаве. Смотрите, кидаем. Он ходит также медленно. Кидаем на этих. И оно, ну, братиш, пойди куда-нибудь. Вот, видите, он начал ходить гораздо быстрее. То есть эффект скорости работает у них только тогда, когда они находятся в лаве. Это тоже, в принципе, вот такая вот у них особенность. Так, теперь у меня тоже, конечно же, эффект скорости. Вот. Также на нем может сидеть зомбифицированный пиглин. И дело в том, что пиглины эти умеют управлять страйдерами. То есть, если такой заспаунится, вы ударите, например, или заагрите этого пиглифи... Точнее, зомбифицированного пиглина. То тогда он на страйдере погонится за вами по самой лаве. То есть, возможно, возможно, очень возможно, что управлять страйдерами тоже можно будет, будучи обычным игроком, а не каким-либо зомби и так далее. Вот. Также это у нас один из единственных приручаемых мобов в Незере. Поэтому такие вот дела, ребят. То есть, больше никаких мобов в Незере вы приручить не сможете. Это единственный, по-моему, первый, да, реально моб, которого вы можете приручить. Вот. И также он у нас получает урон от воды и дождя. То есть, если вы его заспауните в воде или во время дождя, то с ним будет то же самое. Так. И также это единственный моб, на котором вы можете передвигаться по лаве. Но это вы уже тоже знаете. Давайте мы попробуем его заспаунить в обычном мире. Сейчас мы телепортируемся в обычный мир. Тут ночь у нас. Time. Time. Set. Day. Также он у нас не очень уверенно себя чувствует в обычном мире. Посмотрите, его сразу начинает трясти. Ему сразу становится холодно. И издает снова свои вот эти вот ргающие, пердящие звуки. Я даже не знаю, как их точно назвать. Но если мы здесь найдем озеро лавы, я думаю, если мы заспауним его, то ему будет вполне комфортно. Пока что я озеро лавы не нашел. Давайте мы, наверное, заспауним его в воде и посмотрим, что с ним будет. Да, как видите, он сразу начинает получать урон. Урон просто от воды. То есть, как эндермен прям. Вот такие вот дела. И, скорее всего, он даже не умеет плавать в любом случае на воде. То есть, он будет просто-напросто тонуть на дно. Давайте мы это проверим. Так, заспауним его. А, да, да, смотрите. Он потихонечку тонет на дно и не может даже всплыть. То есть, он даже не может выбраться на сушу нормально. Вот такой вот, в общем-то, моб-страйдер, который, к сожалению, абсолютно не адаптирован к обычной нормальной жизни в обычном мире. Это очень и очень грустно. Но, думаю, ему это и не нужно. Ему и в аду хорошо. Где у него есть тепленькая и горячая лава, в которой он себя чувствует, крайне комфортно. Я все, конечно же, сейчас пытаюсь найти какое-нибудь озеро лавы. Я думаю, мы сейчас его найдем. Я прям на это очень надеюсь. Кстати, когда не надо, а их постоянно много. Вот когда нужно озеро лавы, фиг ты его найдешь. Так, пока что, да, реально, я вижу только озера, только водяные озера и так далее. Все же, я думаю, что если мы с вами найдем и заспауним там страйдеры, ему будет так же комфортно, как и в аду. То есть, вы сможете вокруг своего дома, например, выкопать какое-нибудь лавовое озеро и на нем спокойно по нему передвигаться, кайфовать и удивлять своих друзей в Майнкрафте на каком-либо сервере. Например, если у вас какой-то сервер с друзьями локальный, там без плагинов и так далее. О, ух ты, вход в шахту нашли. Вот это да, нашли вход в шахту, но так и не нашли все еще никакое лавовое озеро. Я думаю, вполне логично будет сейчас просто включить гейммод Спектейтер. Так, Спектейтер. И, например, отправиться куда-нибудь в подземелье, где мы с вами сможем найти, например, озеро лавы. Так, вот, нашли озеро лавы. Так, сейчас включим себе креатив. Так, креатив. И заспауним здесь также страйдера. И, как видите, да, смотрите, он чувствует себя здесь вполне комфортно, не получает урон и абсолютно никак не реагирует. То есть, не трясется и так далее. То есть, в обычном мире, теоретически, он может выжить. Если у него, конечно, будет озеро лавы. Ну и, конечно же, давайте проверим вслух насчет того, что ему дождь причиняет урон. Мы сейчас выплавим. Так, гейммод Креатив. И заспауним его. И теперь Везер. Везер. Давайте Рейн. Так, включили дождь. Сейчас посмотрим, как он будет получать урон. А, черт, мы с вами в пустыне. Вот оно в чем дело. То есть, в пустыне он урона, конечно же, не получит. Давайте заспауним его здесь. И смотрим, как он получает урон. И это очень грустно и очень обидно на самом деле. Хотелось бы, чтобы было как-то более-менее для него благосклонно в этом мире все. Дело в том, что если Эндермен еще может куда-то телепортироваться под землю, или бы, например, в соседний биом в пустыне, то Страйдеру придется своими крохотными ножками бежать до биома, где нету дождя. Вот это самая главная его проблема. Но, как мы знаем, передвигается по суше он гораздо медленнее, чем по лаве. Смотрите, он ходит реально очень медленно. То есть, смотрите, вот он еле-еле идет. И звуки, конечно, у него тоже не очень приятные. Но по лаве, как мы знаем, ходят они крайне быстро. Ну что ж, дорогие друзья, на этом все. Сегодня мы с вами рассматривали такого моба, как Страйдер. И это новый моб версии Майнкрафта 20V13B. 20W13B, я не знаю, как правильно читать. Но, в общем-то, снэпшот версии Майнкрафта 1.16. На этом все, с вами был я, Рисман. Всем удачи и всем пока-пока. И напишите в комментариях, какого бы моба вы хотели видеть еще в Майнкрафте, в адском обновлении. Может быть, нас разработчики еще чем-то удивлят. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.